Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос с Еленом. Есть знакомый на работе, проявляет внимание вроде нормальный. Ну вот, хочется спросить, а ненормальный это кто? Что такое для вас ненормальный? То есть, есть ощущение, что вы боитесь чего-то, есть ощущение, что вы имеете какой-то негативный опыт, возможно, отношений в прошлом и теперь на вас это влияет. То есть, если опыт есть, то это мешает воспринимать человека таким, как он есть, а не через, например, призму ваших собственных переживаний, страхов, сомнений. Иногда, когда он видит, что я разговариваю с другими ребятами, он может подойдить, хватит за руку и сказать, что в шутку с улыбкой наговорились или ущипнуть больно. Ну, это такая, это вот такое проявление сентачи, у мужчины смеченное со страхом высказать ее же, а просто он думает, что сентача чувствует о зависимости. Суть не прощалит мне с страхом нормального ПК, взял за шею и сказал, иди, ну аккуратно там. Пишу ему после этого, мол, что за доминант гибридный знак, и он сладкий, он сладкий мне надо. Не очень понял, кого менять. Я пишу, что, а других способов нет, он пишет, нет, если не будешь сопротивляться, больно не будет. А я не писал, что мне больно, так что он делает, безусловно, что это больно, там туда выдал. Нет, он говорит немножко здесь о другом, Елена, он говорит о том, что если вы не будете сопротивляться его действием, то вам станет приятно, если вы не будете его отталкивать. А вы вот здесь проецируете свой страх в боль. То есть какую-то цель это делать, да, потому что вы ему симпатичны. Далее я написал, что если не сопротивляться, это будет в роли вещества, терпеть. Нет, 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 он ничего плохого не делает. То есть вы как-то очень, очень серьезно все это воспринимаете. Раз. Б. Это первое. Второе. Он вам, еще раз повторяю, он ничего плохого не делает. То есть, сводить за руку, сказать в шутку наговорились, это звучит как, именно как шутка, это звучит как именно такая игра. Это не серьезное действие. И то, что вы уже здесь называете это чем-то серьезным, то, что вы уже здесь боитесь стать жертвой, говорит о том, что вы сами боитесь сближаться, вы сами боитесь идти на сближение, вы сами боитесь близости. И мужчина тоже боится близости. И из-за этого у вас возникают такие сложности в постоянной отношении. Он пишет, нет, просто не сопротивляется, если сопротивляешься и похожее на нее. Как это понять? Просто игра слов, дабы вас просто заполучить. То есть, мужчина, он, вот, вы ему нравится, он хочет вас завоевать, завоевывать хочет вас. С точки зрения отношений, это такая себе история, когда мужчина хочет завоевывать другую женщину, ну, просто женщину даже. Вот, потому что он ее завоюет, да, и что дальше? Вот, поэтому вам, если мужчине нравится, нужно, как он говорит, не сопротивляться, ну, как в каких-то моментах, которые вы считаете неприемлемым для себя, говорить, нет, спокойно, ласково. Вот, и, если вам нравится, активно вырабатывать с ним какой-то общий фундамент. То есть, сейчас, по сути, вы играете в такую, можно сказать, ну, прелюдию сексом. То есть, это вот такая вот, можно сказать, сексуальная игра. Вот. Может быть, у вас будет хорошая сексуальная совместимость, может быть, не очень. Это, на самом деле, мало, вообще, мало, ну, мало на что влияет. Вот. А проблема, несомненно, проблема в том, что у вас ничего общего, кроме работы и такого гендерного взаимодействия нет. И, в будущем, это, именно это может оказать на ваше взаимоотношения, ну, взаимоотношения в дальнейшем очень негативный остаток. Вот. Если мужчина вам не нравится, то вы можете просто выйти из игры и сказать ему, что я по игре играть не буду. Вот. Всё. То есть, вы, Елена, здесь не говорите о том, что же, собственно, вы чувствуете к мужчине, что, собственно, вы-то хотите. Вот. Вот. Что вы чувствуете. Ну, так, так. В дальнейшем, когда, если вы будете всё-таки встречаться, вдруг, если вы будете встречаться, встречаться, то в дальнейшем всё-таки имеет смысл направить молодого человека к психологу, потому что ему будет сложно самому справиться со своими трудностями, со своими проблемами, со своими страхами. Вот. Но это уже будет тогда, когда вы, когда он будет вам доверять. Вот. И вам однозначно совершенно тоже нужна помощь, потому что вы боитесь боли, у вас есть негативный опыт прошлых отношений, по-видимому. И есть вот тут вот что-то связанное с позицией жертвы. То есть, что-то вот тут вот для вас есть болезни, соответственно. Это будет мешать вам устраивать отношения с мужчиной. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...